Дорогие друзья, приветствуем вас сегодня в тире Национальной Стрелковой Ассоциации и Федерации Практической Стрельбы Республики Казахстан. Сегодня мы с вами отстреляем очень интересное оружие, это револьвер, на самом деле вы знаете, что в правилах практической стрельбы есть специальный раздел, это револьвер, но этот револьвер уникален двумя вещами. Во-первых, он двухкалиберный, то есть первое это калибр 9х19 и второй калибр, уникальный калибр, я бы его конечно в спорте может быть не использовал больше как в Советенных Штатах, его вероятно используют больше как для охоты, это 357 Magnum. Данный пистолет, он уникален именно тремя вещами. Первое, револьвер. Не так много револьверов мы можем увидеть на просторах нашей Родины. Второе, вы можете увидеть, что помимо того, что это револьвер, он очень современный или скажем так, осовременен. То есть у него две планки Пикатинни с каждого блока. Снизу можно снять вот эту планку, вместо нее поставить также планку Пикатинни. И сверху у нас установлена также планка Пикатинни, на которой мы установили коллиматорный прицел CASE. Сам пистолет, как я уже сказал, помимо того, что это револьвер, оружие полностью безопасно, помимо того, что это револьвер, он двухкалиберный. И кроме того, он немецкого производства. Его нам предоставила компания KORS. По-немецки он называется KORS. Кроме того, очень интересная часть. У него УСМ двойного действия. То есть обычно есть возможность стрельбы самовзводом, есть возможность стрельбы с предварительного взвода. Конечно, спуск просто, можно сказать, матчевый. Вы видите, курок тоже облегченный. То есть пистолет заточен практически под спорт и под высокоточную стрельбу. Поэтому сегодня мы с вами постреляем как из 919, так и из 357 Magnum. Стрелять будем по стандартной мишени IPSC. И посмотрим, как оружие управляется. Потому что есть определенные нюансы при стрельбе из револьверов. Итак, процесс заряжения довольно-таки прост. Откидываем барабан. В барабане мы имеем 6 камор. С пистолетом идет два барабана. Один под калибр 9х19, второй идет под калибр 357 Magnum. Сейчас берем спидлодер. Пистолет снабжен спидлодером. В данном случае это патроны калибра 9х19. Укладываем патроны в барабан. Проворачиваем. Достаем. Закрываем барабан. Все, пистолет готов к стрельбе. Давайте сейчас первые два выстрела сделаем с предварительным взводом. Помедленнее. Привыкнем к оружию. Потому что у него в основном баланс на нос. Ну, это в определенных смыслах при матчевой серебре очень удобно. Я не знаю, лейте вы или нет. Чистая альфа. Предварительный взвод. Наводка. Чистая альфа. Могу сказать так. Так как пистолет довольно тяжел и баланс у него находится вперед, отдачи практически нет. Мы, конечно, с 357-го потом постреляем, но с 9х19 отдачи практически нет. После того, как вы произвели стрельбу, необходимо опять нажать на рычажок, откинуть барабан влево. Видите, в каморе находятся отстрелянные патроны. Но достать гильзы просто так не получается. Поэтому есть специальный, как и на многих эвольверах, экстрактор, который позволяет очень быстро сбросить все гильзы и опять быстро дослать. Произвести дальнейшую стрельбу. Очень интересная система перехода на другой калибр. В данном случае с 9х19 на 357 магна. То есть есть специальная кнопка на ствольной коробке. Мы ее нажимаем и целиком, полностью барабан выходит. Устанавливаем новый барабан. Все работает. И в данном случае заряжаем эти прекрасные патроны магнумовские вручную. В этом тоже есть, в этом процессе тоже есть своеобразное такое удовольствие. Они с таким смачным, так вкусно туда заходят. Отлично. Также я ожидаю, что отдача будет значительно сильнее. Возможно, даже и первичная пристрелка изменится. Ну, давайте попробуем также с предварительного взвода. Постреляем. Да, прилично, прилично. Ну, кайф. Ну, кайф. Кайф. Одна в одну заходят. Ну, еще раз. Чуть-чуть даже, видели, клюнул, да? Потому что 1,2 кг весит револьвер. 1,2 кг весит револьвер. И, ну, наверное, процентов 80 масса у него вперед. Для матчевой стрельбы очень хорошо. Когда привыкнешь, то стрельба будет более комфортная. Давайте пройдем, посмотрим на мишень. Ну, то есть, видно, да, что коллиматор пристрелен. Чуть-чуть вправо он стреляет. Хотя самый первый выстрел, я вообще не верю в холодные стволы. Скорее всего, это холодные руки. Тем более, с более крупного калибра, наверное, вздрогнул, да? Испугался, чуть-чуть сдернул, а остальное зашло очень качественно. Очень качественно для пистолета. В общем, в принципе, мне очень, мне очень, очень понравился данный экземпляр. Давайте отойдем чуть-чуть подальше. Как мы помним, коллиматор у нас пристрелен чуть-чуть правее, но, тем не менее, постреляем по гонгу. По гонгам всегда интересно стрелять, не только из карабина, но и из пистолета. Почему? Потому что гонг он интерактивен и всегда видно попадание. Давайте постреляем. Считать? Считать надо. Попробуем. Окей. Получается 6 из 6. Удовольствие неимоверное, конечно. Отдачи практически никакой нет на пистолете. Как я делаю? Да. Одной рукой, конечно, сложнее. Ну, коллеги, сейчас еще раз поговорим об этом пистолете в более спокойной обстановке. Самое главное, правило безопасности относиться к оружию, так как если оно заряжено, пистолет полностью разряжен и безопасен. Итак, ну, еще раз. Револьвер двухкалибрный. 9х19, 357 Magnum. При этом патроны, или вернее, калибры меняются очень просто. В комплекте идут два барабана. Один, как я уже сказал, под 9х19, второй под 357 Magnum. Смена барабана происходит буквально за считанные секунды. Комплектация данного пистолета очень богата, да. То есть, ну, кроме, как я уже сказал, барабанов под два типа боеприпаса, есть еще у нас спидлодер. Очень полезная и интересная вещь. Также имеется влага, ветра, пыли, защитный кейс, специальные подкладки. Также в комплекте к этому пистолету в данном случае вы видите деревянные накладки. Есть еще эргономические пластиковые накладки, что, конечно, тоже очень удобно. Но все-таки револьвер, конечно, так как это классика, должна быть в дереве. Ну и кроме того, что интересно, пистолет штатно комплектуется лазерным целеуказателем. Ну, кроме того, что я сказал, обилие планок Пикатинни, то есть сюда можно поставить фонарь, можно поставить лазерный целеуказатель, можно поставить все, что угодно. При этом, как я уже говорил, баланс у пистолета чуть-чуть, не чуть-чуть, а процентов на 80 в сторону ствола, поэтому стрелять из него темпово изначально не очень удобно, но для матчевой стрельбы он очень комфортен. Это во-первых. А во-вторых, выстрел даже из 357-го магнума, то есть вот вы можете увидеть, какова разница по гильзам, да, то есть два раза практически, да, в два раза. И когда мы стреляли по гонгам, вы могли тоже увидеть, что воздействие на гонг практически в три раза более эффективное, да, более мощное, поэтому даже из 357-го магнума отдача практически не ощущается. Ударно-спусковой механизм высококлассный, матчевый практически, как я уже сказал, с самовзводом довольно сложно, но без всяких ступенек очень мягкий происходит спуск, а если взвести курок, то практически спуск происходит по мысли, да, то есть палец практически не шевелится, подумал, что надо выстрелить и выстрел произведет. Штатные механические прицельные приспособления полностью регулируются, как целик, так и мушка. Очень комфортные, причем они заточены под скоростную стрельбу, как я уже говорил, да, данный боеприпас рассчитан на охоту, я думаю, с таким боеприпасом можно спокойно на крупного зверя выходить. Для спорта, конечно, больше 9.19, для практической стрельбы такие крупные прицельные приспособления очень удобные для скоростной стрельбы, но наши друзья из Корса установили классный коллиматорный прицел Цейс. Очень, кстати говоря, органично, да, он сочетается с данным пистолетом, очень органично. Точка, я думаю, здесь где-то порядка 2,5-3 муа, очень удобная для темповой стрельбы, но так как линия прицеливания стала чуть-чуть выше, чем линия ствола, при вкладке требуется определенная сноровка, но если человек привыкнет, все, в общем, мы вот стреляли по небольшому гонгу на приличной дистанции, все у нас попадали практически в 90% выстрелов. Очень комфортный, интересный, приятный во всех отношениях пистолет. Как я уже говорил, в практической стрельбе есть отдельный класс, револьвер. Наш тир имеет возможность хранения данного оружия и боеприпасов к нему, поэтому, если у кого-то родится такое большое желание получить это оружие в свои руки, с него тренироваться, стрелять, получать постоянное удовольствие, то вы можете пойти в магазин Казаход Рыболов Союз, договориться с представителями в данном магазине, подержать этот пистолет в руках, примериться к нему и если будет такое большое желание, то естественно вы как спортсмен оформитесь в нашем клубе и оружие будет храниться в нашем тире и вы можете приходить и регулярно тренироваться в стрельбе с этого прекрасного прекрасного револьвера. Что можно еще добавить? Самое главное соблюдайте меры безопасности, стреляйте безопасно, получайте от этого только удовольствие. Спасибо. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова